так слышно да отлично хорошо давно не встречались все и обещал на всеми как как оказалось было не до этого всего но правда сейчас пока перерыв военных действиях поэтому можем позволить себе так тут что-то мало вопросов смотрю начнем что сначала так по донатам не знаю сколько раз повторять меня не интересует донат им если я хотел на ю тубе зарабатывать я бы зарабатывал сколько раз уже говорил не первый раз и довольно бы прилично зарабатывал мне не до того чтобы зарабатывать на ю тубе это для меня не цель совсем другая вы уже должны все знать об этом можно так сказать хочу спасти мир ради того чтобы спасти себя если вас так это устроит может так поэтому довольно сейчас актуально то что чем я занимаюсь я считаю очень актуальная вещь но к сожалению прошлый год был очень напряженный и по результатам для меня как не очень удачные было очень много предложений было очень много направлений даже уже фактически была возможность начинать производство и все остальное то есть большие инвестиции должны были быть но все провалилось и все из-за того же что сейчас творится о чем сегодня не хотелось бы говорить потому что запретная тема youtube сразу начинает на этом крест стоит хорошо в общем по моим делам как видите я все таки что-то стараюсь делать и довольно серьезные вещи вот с этим кому я уже показывал рассказывал сами поняли надеюсь будет еще продолжение по этому поводу тут просят ролики именно такие специальные да это тоже наверно буду и возможно вот этим с этим же устройством вот у меня посохи стоят они сейчас не включены это вот у меня так сказать уже коммерческий вариант я правда для специально готовил до одного дела но пока вот с этим делом тоже пока все зависло для меня это все так не особо важно получится так получится не получится ну и ладно так насчет огорода по поводу огорода конечно это все хорошо и довольно таки интересно тоже примеру по ну вы видели да вот то что вот я там цыплят вам показывал когда-то на птицефабрике эксперимент ставили очень сильно довольно мощный успешный потом еще там ставили эксперименты по растениям у меня сколько я просто не показываю мне опять монтировать готовить ролики очень много времени надо а так мне с растениями сколько было я вам рассказывал что мне там и перцы были всякие там салаты чего только не было все успешно уже давно урожай снят и съеден и довольно таки интересный урожай вот еще собираюсь как-то еще делать но тоже опять же надо вот прямо на подоконнике только ничего остается вот единственное что интересно например ситуация была хочу рассказать хотя тоже вот она довольно спорная кто его знает кто-то может сказать что это ерунда а кто-то может и подумать задуматься вот помните пару лет назад я показывал во дворе у себя там траву там деревца какие-то там тоже вот еще с первым посохом не этим который вот второй вариант а первый посохом с тонким стволом так сказать вот и тогда вот этом небольшие такие фрагменты снимал тоже ставил эксперименты вот и чтобы вы думали и потом еще вот если посмотреть во дворе вот у меня там двор с одного и участочек такой там трава там всякие цветы и все остальное люди садят деревья растут и вот и растет большое дерево прямо по центру дикая груша ей ну больше 50 лет по крайней мере тут 30 лет она уже тогда была ну то есть наверно войну видела эта груша свое время на дикая и такая что ее я не хочу то есть надо двоих меня чтобы ее хватить вот представляете ствол и вот она каждый год светит каждый год там что-то с нее падает эти дикие игрушки вот и вот что произошло я вот два года назад когда ставил эксперимента это буквально вот от этой груши пять метров там не помню даже на видео было не было там может стол увидим но такая крона там где-то на высота кроны почти из пятиэтажный дом приличная груша и вот с другой стороны в прошлом году еще весной тоже там садил кое-что эксперименты ставил там от березка у меня тоже где-то есть вот березка высохла посадили высохла на а я не сразу заметил но уже было поздно ну я после поставил думал что-нибудь оживет нет не ожило так и убрали но факт то что я вот с одной и с другой стороны ставил посохи и как оказалось вот прошлое прошлое лето к осени и вот сейчас я соседям боюсь говорить вот вам рассказы как бы еще соседям не передали вот что произошло во первых это груша цвела так что она вообще вся белая просто была такого то ясу я виду 30 лет тут живу я никогда не видел чтоб она так сила и потом началось созрели груши там такое падение было там просто был дикий ужас там просто лопатами можно было такого тоже никогда не было там у нас как раз буквально от этой груши вот сколько тоже пять метров и асфальтовая дорожка на тут капиталку делали приличную новую дорогу положили все тут машины ездят дворовая дорога она вся усыпана сплошь была грушами я а я как я вам говорил я сова по ночам хожу меня еще кот тут выводит постоянно мы с ним гуляем по ночам по двору так я каждую ночь выходил эти груши сметывал потому что не и бесполезно на следующую ночь опять там просто горы машины ездят это все топчется это все это что перемалывается просто слизь сплошная это прошлый год и теперь еще и этот год то же самое это просто был кошмар и вот такого никогда не было ну вот может быть совпадение может вот так вот погода такая может еще что но два года подряд груша такое вытворяет что просто ужас а вот несколько раз вот после с одной стороны поставил другой стороны в один год другой год вот ситуация такая а еще значит что интересно было никогда здесь я не видел грибов никаких ну вот что жил сколько живу во дворе никаких никогда грибов не было вот на тех местах примерно рядышком где ставил посох вот в этом году вот у меня тоже есть фотки я могу скинуть но грибы конечно не такие не белые там или там еще какие-то подосиновики эти такие как же называется такие рябые с юбочкой но такие приличные красивые грибочки были вот тоже вот никогда не было появились вот ни с того ни с сего это вот примеру то что вот я сразу просто вас настраиваю на то что там вот есть куча народу которые вот там лечат плацебо все эти дела вот просто для меня уже это все решенное абсолютно для меня уже нету такого что может быть не может быть у меня же сейчас столько людей но поднялись на ноги за счет того что вот я вот так сказать вот это 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 делал экспериментированно я вот таких вот посохов уже раскидал по всему свету ну несколько десятков вот за прошлый год каких только странных их нету везде положительные результаты причем такие что там прямо дикий восторг у некоторых так теперь что у вас тут чем-нибудь накидали нет так искажение еда ну соседи может и не смотрят после тех кто соседи которыми я там так здороваюсь они вряд ли смотрят это а те которые знают то у них и компьютер нету так насчет бородавок и всего остального но здесь конечно сложности свои есть дело то что это зараза она очень такая серьезная значит тут 50 на 50 если у вас все зависит от того что именно по какой причине у вас это произошло потому что вот это вирусы вот эти грибки и все остальное они очень тяжело поддается вот такому вот лечению странному ну нетрадиционному и она требует комплексного решения надо учесть то что мы загажены так перед паразитами что на нас уже что только не вали что не делай они уже так прижились и так уже ничего не боятся что вот их травишь-травишь им им что только не делаешь они все ножи живые все но вот происходит такое вот что бородавки и вот именно кожные дела но много чего опять же я бы в зависимости от причин вот вот пример у меня например друг детства школьный товарищ там мы с ним вот он ко мне периодически приезжает вот сколько лет когда-то вот тут было дело и я сколько его помню например у него на ноге на левой ноге всегда была огромная рана вот от колена до голеностопа фактически вот пол полутры так сказать место было просто вот там было страшно смотреть там не заживающая рана постоянно постоянно забинтован и постоянно чем-то лечился сколько лет я помню всегда так было и вот я вот ему комплект дал сперва у него там были проблемы там он еще с инсультом микроинсульт у него был и на него сильно действовало бы он даже приближаться не мог к вихревым делам хотя раньше ко мне приходил я на нем экспериментировал все эти дела но вот именно вот с этим тоже с ногой и вот я ему дам он комплект сперва он так все иногда иногда и ну и ко мне там что он там ко мне там раз в месяц или там раз в два месяца заскочит ну этого мало ну вот я ему комплект дал он каждый день и вот уже это еще два года назад было вот год назад он показывал нога фактически зажившие никаких ничего не проблем ничего это я уж не говорю про другие кожные у меня тут кое-что было тоже высыпала ну вот этого тоже сейчас нету у многих других вот ко мне тоже комплект один брал такой сколько шуму лет лет под 70 мужчина у него там тоже вот с ногами была проблема серьезная вот мне периодически присылает сообщение что вот лучше 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 у меня даже тоже есть фотографии пару фотографий где от начала еще до того тоже где только не лечили где только как его только чем он ну не пытался избавиться было бесполезно вот я ему комплект сделал дал и вот он сейчас вот регулярно и вот значительные успехи очень значительно поэтому тут ну а так как действовать именно вот по именно по этим делам которые это сказать касается вот особенно бородавок и кожных покровов по кожным делам зависит от того от чего если у вас проблема с печенью с почками вообще с органами то конечно надо лечить органы ну то есть воздействовать на органы их восстанавливать и все равно то все детекожные дела не проходят ну соответственно тоже на те места болезненные проблемные тоже надо воздействовать потому что она должно высвечиваться вот но если у вас паразиты вы делаете чего не делаете в этом надо параллельно к этому всему надо еще выгонять паразитов а это должен быть комплекс но опять же не этой химии который с аптек а вот эти более народные средства применять которые вот применяют но это уже не моего таскать это вы уже у других узнавайте по поводу паши я сейчас не буду именно говорить мое дело вот по этим делам и вот если вы в комплексе это будете делать да будет значительное улучшение так колонны способами но я пока применял по колонна она более это дает заметное но опять же я вот сторонник того и вам сколько раз говорил что должно быть разнообразные вот то что вы если вы занялись вот такими вещами у вас должны быть разнообразные дела и плоские и такие и такие вот я гибрид специально делал вот этот гибрид чтобы именно он был универсальный и чтобы вот и так крутили так крутили и так и так и так кладете у вас воздействие больше такое идет от само три филяра вот так в торец у вас чисто статическое идет то есть вот именно вот это разнообразие и вот я вам рассказывал про вот это да и вот говорил что должно быть хаос да вот я вам специально эту удочку закидывал чтобы вы так сказать ну посоображали вот помните я вам еще два года назад говорю вот я у меня там есть видео где он про эти болезни как их вот надо как воздействует вот эта система как что она разрушает вот например если вирус вирусная инфекция то она разрушает взаимодействие между этими вирусами и уничтожение происходит от этого именно это но я вам и объяснял как происходит вот если вы просто берете если вы берете например просто какой-нибудь тор вот и с одной стороны действуйте он действует же он действует вот так ну вот как поток воды идет жидкости примеру как идет вымывание вот например у вас тут проблема какая-то вот идет вот так то есть идет потоком импульс ну то есть синусоида там 300 килогерц это все понятно но идет только вот так когда вот применяете вот такие вещи вот которые вот я почему вот именно вот так вот и делаю здесь идет уже вот такое вот и вот почему я вот именно такую конструкцию делаете вот с одной стороны и с другой стороны и вот когда вы прикладываетесь к чему-то там вот так так она уже вот так вот разбалтывает то есть не вот так вот чисто а вот так а для чего вентилятор для того чтобы она вот его размешивала просто вот опять же вот если как река вот я вам я уже это все когда-то те которые меня знают которые видно смотрели мои ролики в курсе должны быть вот ручей река вот какое-то препятствие она его просто вот река идет одной волной она очищает очищает там дно где-то чистое вот так как идет волна там вот это все поток идет она его очищает но она все но его держит и с одной стороны где-то там вот все но проблемный участок имеется то есть с одной стороны если другое вот так вот так вот так она вроде лучше но когда она его вот так вот разбалтывает она все выносит вот именно надо создавать вот такие потоки бешеные которые должны быть неравномерные почему потому что все вирусы бактерии всякая вот эта вся эта гадость даже вот если взять этих паразитов которые в нас копошатся они все приспосабливаются когда мы даем им одно и то же равномерно они к этому приспосабливаются и вот если они сумели этому противостоять они привыкают и потом уже не замечают когда им делаешь вот такое вот они тяжелее воспринимают но все но могут приспособиться но когда ты их вот так вот вот они не могут к этому приспособиться вот чем дело и это основа основа всего вот то что вот я вам пытаюсь дать древние вот эти все вот про древнюю энергетику данные вот и дальше я буду прояснять именно вот там это так и создавалась вот этих помещениях специальных ну как бы храмах это не храмы это храны это емкости с энергией то есть туда закачивается энергия почему-то может те кто смотрят за альтернативщиками вот как они там лазят по всяким разрушенным этим подвалом и так далее вот есть такие называют цистерны то есть какие-то помещения под землей их называют почему-то цистернами а почему вот никто да это а что такое цистерна это емкость для ну обычно в этот для жидкости а это цистерны для энергии для хранения энергии и потом вот эту энергию накачивают и потом когда ее используют и все именно вот делают вот таком виде когда живые объекты на живые объекты это воздействуется она именно в таком виде и вот это тогда есть максимальный эффект так казали можно отказали почки стоит дать ему попасть за посох или жест или может быть хуже нет надо при сепочки надо брать что-нибудь вроде тора именно точная и смотреть у меня же есть я же давал же у меня есть рекомендации мне целый хотя повторить я под этим наверно кинул стримом у меня полностью есть раскладочка и по тором и по посохам полностью все видео есть и рекомендации все есть это не таком обширном виде но достаточно вот почки надо есть и с почками проблемы тем более отказывают надо сторона начинает именно вот тором обрабатывать потихонечку но потихоньку потому что и чем проблемнее ситуация тем надо осторожнее к этому не давать больших мощностей как дают долго то есть начинать с пару минут у посмотрели выше бывает у меня бывают ситуации тоже были такие буквально минуту все уже 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 хватается человек уже все вот начинает потихонечку если минута даже много по полминуты начинать потому что организм должен постепенно начать этот с этим вот вот раскручиваться по этому поводу и 2 обязательно парно одну почку вторую почку минутка минутка 2 2 3 3 и так далее особенно вот лучше как я уже тоже сколько раз повторял сеанс проводить лучше не сразу например там на час вот ну когда вы уже там уже раскрутили свой организм там час сеанс нет лучше по 10-20 минут но несколько раз чем один раз за час вот так вот старайтесь и и по почкам да надо смотреть если почках проблемы и печи надо конечно без обязательно надо чистить легкие надо обязательно чистить особенно с том с тем что сейчас творится легкие обязательно чуть ли не каждый день чистить но уже тор не годится для легких надо ли плоская или посох ну или статическая у кого там есть но статически я не признаю потом но они тоже нет я не против там те кто занимается пожалуйста это тоже один из способов но он односторонний посох эффективно работает потому что вот он создает вот эту волну вот такую вот а когда еще ему даешь и вот как еще и модуляцию там он еще начинает но опять же это все электрическая часть а вот здесь вот у меня реализовано именно механическая электрической части вот так не сделаешь никогда только механика и вот я собираюсь тоже вот у меня тоже есть вот где-то года два назад еще когда я начал переход от первого варианта на второй у меня был такой промежуточный вариант вот на оси там вот я собирался сделать чтобы у меня на оси крутился мне даже один парень с крыма год назад где-то вот услышал что я хочу сделать чтобы вращалась и даже вот прислал мне такой механизм сам сделал но к сожалению он такой там трение большое в общем его дорабатывать и дорабатывать мне легче сделать новый чем его дорабатывать переделывать все вот хотя конечно молодец парень тоже старается там он этот шуруповертом там это вот вращение но весь посох вращать это тоже не очень дело вот именно поэтому я экспериментировал с вентиляторами чтобы вот сделать вот сюда вот лучше вот это оставить на месте например да вот этот вариант вот но внутри например создать некое движение внутри это же легко сделать там можно микромоторчик там буквально вот где-то у меня тут валяется вот такой вот от мобильника от вибратора вот туда можно вставить но он конечно быстро крутит поэтому какой-то редуктор надо но это при д-принтере это все делается элементарно и вот туда такой лепесточек и пускай он там болтается внутри вот он уже создает а еще и там во второй части вот и вот эффект будет значительно лучше а что биткоин ну поднялся сейчас то опускался то поднимался я в курсе значит конечно вот биткоина мне сколько раз предлагали этим заняться серьезно ну я не сторонник вот я говорю если бы я хотел заработать и быть там каким-то магнатом я бы давно это сделал я не хочу этого деньги людей портят вы понимаете или нет но сколько людей себя сожгли заживо но я не имею ввиду в прямом смысле а в моральном и вот психологическом смысле то есть превратились просто в животных из-за того что вот деньги 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 вот вот я просто зарабатываю но мне надо что-то да я зарабатываю мне не надо я я больше так сказать могу отдать чем мне надо зарабатывать обязательно я не тот человек которого можно например купить меня бесполезно покупать за какие бы ни было деньги я просто пошлю человека и все подальше несколько раз было и 10 лет и 20 лет назад были варианты какие чтобы когда там были возможности нет меня никто не не смог сломать в этом поводе поэтому с этим биткоинами ну хотите зарабатывать зарабатывайте что это так живее беларусь живее живее боремся боремся с бандитами власти приходится бороться я борюсь 27 лет уже еще когда эти упыри не были у власти я уже тогда с ними знал что к чему это придет я знал тогда вот тогда что будет вот сейчас да абрикосы да тоже меандроны или закрытые нет нет нету времени нет вот у меня меандроны вот тоже вот пожалуйста вот один вариант который да знаменитый тоже который в курятниках побывал этих вот второй вариант вот они есть просто дело в том что опять это все надо мне готовить вот чтобы вот вам приготовить это все мне неделю бывает две надо сидеть вот за компьютером вот это все собрать собирать информацию все это редактировать тут просто кошмар у меня некоторый ролик на некоторые ролики уходило по две недели ну понимаете не могу я две недели постоянно сидеть вот с этим всем даже не в том дело что они мне не приносят ни копейки мне это главное Потому что все равно какие-то твари обязательно... Я говорю, вот уже показываю, 5-6 баксов в месяц мне там начисляют. Но это же не деньги. Для меня это вообще нет. Я за 5-10 баксов не выхожу из дома. Ко мне вот, вот мне приносят там кое-что. Я тут делаю, там паяю, что-то собираю, перешиваю, переделываю, ремонтирую. Вот за 5-10 баксов, 20, вот мне вот приносят. Я сделал и все. И вот буквально мне полчаса работает, 10 баксов заработал. Мне это не проблема. А уже выехать куда-то еду, я минимум 15, 20, 30, 50 баксов. Да, я могу поехать где-то что-то сделать. Поэтому мне вот эти 5 баксов от Ютуба, это вообще... Это просто вот... А, кстати, там, да, насчет... Кстати, кстати, да. Насчет донатов, да, я говорил, что да, мне не интересуют донаты вообще никакие. Мне, если бы не надо было, я бы за это самое... Конечно, бы и стояли бы тут, и возможность заплатить, и все остальное. Я бы счета тут повыставлял. Но клянчил бы вас с утра до вечера, дайте, дайте денег. Я бедный, несчастный, вот последняя рубашка, помираю. Я ж этого не делаю. Вы хоть раз слышали, чтобы я от вас что-то спросил. Но, но... Меня только интересует серьезное сотрудничество. Вот это что я могу сказать. Я же говорю, что вот была возможность в прошлый год, у меня просто фактически пролетел. Ну, последние полгода у нас, я же говорю, борьба, война идет. Поэтому я тут вообще был занят. Вот сейчас у нас пока мы перерывчик устроили, поэтому, так сказать, у меня время появилось. И вот сейчас я так буду нагонять немножко чего-то. А до этого просто не было, не до этого мне было все. И вот меня интересует только серьезное сотрудничество. Но это сотрудничество, то есть я могу на сегодняшний день, так как я разбираюсь и в электронике, я разбираюсь в производстве. У меня были свои фирмы по электронике. И я же был конструктором. Ну, да и сами видите, я что-то уж умею, могу. Я могу поднять любое производство. Могу освоить его. И вот буквально, если вот, например, найдутся люди, потому что я говорю, уже было, уже было. И вот у меня уже были, я уже составлял полностью техобоснования производства. Я говорю, да, больше, чем на 3 миллиона баксов у меня была уже цель. Точнее, обосновать мне надо было производство на больше, чем 3 миллиона баксов. То есть, ну, там, соответственно, и объемы были большие. Там, вот, 4-5-10 тысяч комплектов в месяц. Вот, ну, не посохов, нет, там, немножко другое. Но именно по этому делу, по вихревой медицине. И это было на уровне правительства России. Но, я говорю, все вот из-за этого, то, что произошло глобальное, все вот и закрылось. И вот несколько раз меня тоже вот так вот и там, и там, и там, и все по нулям. И надо уже что-то делать. Я созрел для того, чтобы поднять производство и выпускать уже, потому что, ну, все уже нету, мосты сожжены. Что творится вот вокруг, это просто ужас. Ну, сейчас я не хочу об этом говорить, потому что, я говорю, сейчас YouTube начнет меня это. И так уже не дают покоя мне. А будет еще хуже. Так, звук, звук. Ну, вот плохо, что звук. Странно. Потому что микрофон хороший у меня. Ну, по крайней мере, я стрелываю эти ролики, делаю. Так, а что делать? Я пока не знаю, что делать. Можно поменять, попробовать микрофон. Не знаю. Пока я не знаю, почему у меня звук плохой. Откуда я могу знать, если я стримаю раз чуть ли не в год? Вот в прошлом году весной, и опять было оборудование все другое. Да, да, я знаю, что не так. Насчет прибора, то, что эффективнее, да. Мишина, ну, Мишин, Мишин, Мишин. Не хочется мне о нем говорить ничего. Но он не тот, за который вы его считаете. Ладно, не буду. Деревца, да. Так дело в том, что не я только экспериментировал здесь. Это я случайно, вот просто у меня получилось. А сколько мне приходит информация от других, которые вот у себя там в огородах, на дачах, там где-то вот пытаются там кусты какие-то, там деревья, там вишни, там груши, да, яблони. Там у них такое творится, говорят, что, ну, не описывают. Ну, дело в том, что я прошу, ну, пришлите видео, фото. Ну, так тяжело заставлять кого-то это все делать. У меня куча народу, которые я специально вот эти вот комплекты там, ну, продавал, давал, кому как. Я же тоже не могу все раздавать. Продаю, конечно, но только своим, как я говорил. То есть так я не продаю, я не занимаюсь продажей. Вот, ну, для своих, ну, что, а как я могу? И продавать тоже. Вот, и у меня первое, что стоит, это что вот я, когда даю комплекты, мне отчитывайтесь. И вот да, 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 все, да, конечно, все. А потом начинается месяц, два, три, проходит ничего. Уже человеку звонишь, ну, что там, как там? Да вот, то, 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 а что не звонишь, что мне не пишешь, что мне не передаешь? Ну, вот, как-то, и вот, и что, мне каждого теребить? Я что же не могу это делать? Тем более, я не могу навязываться на такие вещи. Не хочет человек? Ну, не хочет. Плохо, что не держит слово. Так, звук. Ну, что технари? Вот технари, что я делаю технари? Что, вот, что мне? Микрофон, что ли, выкрутить или что? Что мне делать? Тут YouTube ничего не позволяет, ни подкрутить, ни подвертеть. Откуда я знаю, почему хрипит звук? По крайней мере, этот микрофон работает четко на... Когда я, вот, ролики я последнее делал с этим микрофоном. Специально, я говорю, потому что на вот этой камере, камера такая, средненькая, таз дохла, которая была покруче. Вот, купил новую, но не особо хочется деньги тратить на это все. Так, насчет торсионных полей. Нету никаких торсионных полей, не вы думаете. Вот, я не знаю, это словечко придумали. Суют его в каждую дырку. Вот мне уже... Где, чего только вот хитрое не придумают. Где-то вот, там, вечные двигатели, торсионные поля. Там где-то что-то произошло, какие-то непонятные торсионные поля. Нету никаких торсионных полей. Нет, ну, там что-то есть такое, да, там. Вы хоть определитесь, хоть узнаете, что это такое, в принципе, торсионное поле. Так сказать, на самом деле нет. Вот это энергетика. Это что-то вроде... Ну, будем... Это условно, опять же, статического, да, но в динамичном режиме. То есть, это беспроводное электричество, которое имеет определенное свойство. Оно проникает, но оно проникает... Вот если в статика, вот мы берем просто там, вот то, что вот мы... Тоже вот я вам показывал эти вот всякие разные опыты, там, и ногами, и руками, да, там, все остальное. Вот тут на столе тоже вам показывал, и с коробками всякими. Вот статику вам демонстрировал. Это статика одна. А вот то, что вот происходит, вот когда мы используем вот эти все вещи, вот как вот с этими делами, эта статика несколько другая, и она работает в динамичном режиме. Вот как есть, вот, например, магнит. Постоянный. Вот берешь магнит. Где у меня тут магниты? Вот. Вот у него магнитная напряженность вокруг. Ну, он постоянный, она постоянная. То есть, это вот запечатанная энергия такая, но она магнитная энергия. А вот берем, например, статику. Ну, вот у меня... Да ладно, не буду. Сейчас займусь совсем другим. Вот статическая, вот когда вот, например, та же одежда, вот, и мы статически заряжены. Это другое, но оно тоже замороженное. То есть, вот мы, вот, носим на себе статику, вот, шевельнулись, вот, у нас уже что-то возросло. Вот так вот сделали, вот, до того, что аж подстрелять начинает, да, искры сыпятся. Вот. Это вот статическое, но оно постоянно, и оно как бы заморожено на нас. Держится, содержится. А вот то, что излучается вот отсюда, с этих торов, ну, или там плоские, или какие угодно, оно в динамическом режиме, и оно не пересекается друг с другом. Вот если наполнить комнату статикой, вот здесь, например, это помещение статикой такое, что тут будет прямо аж волосы дыбом становиться, вот это никак не повлияет на то, а то не повлияет на это. Это разные энергии. Но они действуют. Но именно в то, что в динамичном режиме. Потому что если в статичном режиме, оно находится на поверхности. Но когда мы этой статике даём возможность динамики, то есть движения, она начинает проникать вовнутрь. Вот почему я про все эти помещения говорю, которые вот храмы и всё остальное, именно энергетические сооружения. Там именно создаётся условие для того, чтобы нас прополаскивало полно. Как в бане, как в сауне, как в джакузи. Вот что-то вроде этого. Ну, на энергетическом уровне. Так, на что? Поэтому с этими торсионными полями вы прекратите. Нету никаких торсионных полей в этом случае. Это совершенно другие вещи. И отношений не имеют. Да, стрим, конечно, будет. Конечно, оставлю. Что мне прятать? Да, хотелось бы, что смутные времена прошли, но очень тяжело. Бандиты четверть века готовились к этому часу, чтобы противостоять против нас. Ну, я вам, да, насчёт перегрузки цивилизации и всё остальное, я вам уже говорил. Я же вам весной говорил, да, вот, что, что происходит, вот, это я знал ещё почти 30 лет назад, что должно было произойти. И вот то, что, и я вам весной говорил, то, что, вот, мне многие говорили, многие говорили, даже ближайшие родственники, что это всё фуфло, что это всё туфта, что это всё вот-вот-вот-вот, сейчас закончится июнь месяц. Это мне говорили ещё в мае месяце, когда вот февраль, март, апрель, май, да нет, да, ещё в марте. Что вы это сейчас, вот, до лета всё, и всё, и всё забудут, и всё забудут. Я говорил тогда, и вам говорил тогда, что всё только начинается. Вот это всё, вот то, что было весной, это только была разведка, это только было начало. Сейчас пойдёт ещё хуже, ещё будет дальше. И как видите, и видите, что творится сейчас? Ну, я говорю, просто не хочу об этом сейчас говорить, потому что, ну, я специально сделаю следующий стрим, ну, не знаю, в течение недели, может, или на следующей неделе, именно об этом. Да, насчёт, да, перезагрузки, то, что я говорил, да, и то, что будет вот дальше, и то, что происходит, Виктор Генбина. Чувствительность микрофона, может, мне дальше от него? Я его просто, может, близко. Хорошо, попробуем дальше. Я его подальше. Он у меня висит рядом. Так, раз, два, три, раз, два, три. Меньше стало? Может, он, да, перезагружен. Сделал по вашей схеме прибор, всё работает, подключил торр и шипы, что сказать, насчёт шипов. Насчёт шипов, ну, одна из разновидностей, но я не считаю, что это цель и направление. Это тупиковое направление. Опять же, Мишин, там с этим, как его, как второй, блин, вылетел от головы. У меня вечно фамилии вылетают. Вот, он с ними просто так решили, вот, поваскаться, вот и ерундой мается. В общем, оно тоже полезно, тоже не повредит, тоже нормально, но это не то направление, куда надо целиться и давить. Я вам показываю, вот какое направление. Кстати-ка, не для радиоприёмника, я не послушаюсь. Не, конечно, у меня вот же, я вам, вот индикаторы, у меня один из следующих будет видео, видать, я по индикаторам немножко пройдусь, вот, по новым, всяким разным, я тут наделал всего. Вот, варианты, мне тут заготовок накидали, ну, я чертёжики составил, по мне сделали заготовки на лазерном, на этом резаке нарезали, из угла стекла, и вот я тут развлекаюсь. И вот, вот это достаточно для того, чтобы чувствительность очень высокая сейчас у этих индикаторов. Поэтому радиоприёмник здесь вообще ни к чему. Так, как сейчас насчёт микрофона? Так, насчёт глаз. Да, кстати, насчёт глаз. Вот, кстати, да, что хотел бы, хотел бы, давно хотел сказать, ещё, ещё с весны у меня всё это, но всё никак не было. Вот по поводу глаз, да, как раз хорошо. Ну, насчёт глаз, это, как надо, опять же, работать желательно тором. Вот, опять же, если, например, вот такая установка, я экспериментирую, потому что у меня тоже свои проблемы с глазами, наверное, уже я не буду её откладывать. Значит, у меня же тоже проблемы с глазами, потому что у меня приобретённая аллергия, когда в детстве, ну, когда в юности, точнее, мне было в девятом классе, летом искупался в водоёме, в котором было очень много химии и испортил глаза этим очень сильно. И у меня из-за этого аллергия сильнейшая была. Вот, но после того, как я парапсихологией занялся, я сильно уменьшил вот это всё, аллергию, но всё равно, я без очков чёрных, тёмных, летом, никак не мог выходить. Обычно май месяц, май и июнь, для меня эти были самые страшные. Это постоянно аллергия такая, вот от пыльца и от всего. То есть вот деревья начинают свисти, вот всё, это я, это кошмар был. Вот. И вот уже, вот при помощи, вот, то, что вот я, вот уже сколько я, четвёртый год занимаюсь, вот, вихревыми, вихревыми делами. И уже вот две весны, две весны, я не знаю, что такое вот проблема. Вот я ждал, вот, например, вот прошлые весны, как было, и вот сейчас вот, что вот сейчас весной опять, как будет тоже. Я уже всё, да, и очки уже не одеваю даже. Раньше у меня это был атрибут мой обязательный. У меня в машине, в бардачке несколько очков, там, там, везде тут, везде у меня чёрные очки всегда были, потому что выйду на улицу, я слепой. Ну, чувствительность высокая, а ещё аллергия, и всё, и у меня глаза плывут. Я вот только единственное, что когда-то давно, и тоже ещё и этим подпортил, что когда я испортил себе глаза, и вот глазным пошёл, мне вот дексаметазон запомнил на всю жизнь, капли вот эти вот, но они очень, ничего не помогало из других, вот, что мне там не делали с глазами, ничего. вот только снимал, вот, по крайней мере, воспаление, но настолько сильные эти капли, что говорили мне, что если часто буду употреблять, естественно, сядет зрение. Ну, конечно, да, подсадил. Но вот сейчас вот за счёт этого всего и улучшилось, и сейчас с аллергией у меня фактически проблем нету. Вот уже, вот я думаю, третью весну у меня вот, когда я чувствую себя вообще полноценно. уже ни нос не закладывает, ни глаза не слезятся, вот, не мучаюсь от этого всего, что, всё, уже у меня остановилось это всё дело. И вот по поводу глаз, значит, напомню, значит, у меня такая история, значит, вот ко мне полтора года, ну, ещё не так, сколько, получается, да, в декабре, в ноябре, точнее, прошлого, не прошлого, а позапрошлого года, вот, приезжал, значит, один человек, привозил свою дочь. Сейчас ей уже 22 года, тогда было 21, у неё ДЦП. Она вообще, ну, вообще родилась мёртвой. Её в кювете держали два с половиной, то есть, вот в этой, вот, в этом коконе держали, после, её откачали, то есть, была, то есть, не живой, но она, её откачали, поместили вот этот вот кокон, по-моему, два с половиной месяца она там была. В общем, ну, там, ребёнок родился вообще никакой, там, фактически слепая, она почти ничего не видела, один глаз вообще слепой, второй, там, 25 зрения, где-то процентов всего, и то чёрно-белое, только чёрно-белое, и так вот довольно мутно всё видела. В общем, там совсем, до 15 лет она вообще не вставала, лежала, её только вот носили, переносили в коляску и так далее, вот. Потом, но, там, я не знаю, там родители героические просто, просто другие бы отказались давно, там, им предлагали всё это, что сдать ребёнка, и всё, ну, нет, сколько денег у него бухали, там, чтобы вот, ну, какие-то, ну, более-менее её как-то на ноги подняли, она стала ходить. Но всё остальное, вот эта апатия, там, всё, ну, ДЦП, то есть ребёнок вот так, вот так вот, всё это, что рассказывают, не буду подробностей. Но главное, что, да, и головные боли, у неё постоянно, головные, она постоянно держалась на лекарствах. Без этого, причём какие-то специальные, какие-то дорогие, потому что уже ничего другое не помогало, только вот это. И вот, ко мне её привезли, значит, я провёл, ну, правда, я ещё и диагностику провёл, коррекцию, и вот им продал, так сказать, этот комплект такой же вот. И вот тоже здесь провели сеансы, уехали они, и через некоторое время там прямо её отец захлёб прямо там. Ну, там, говорит, такие процессы пошли. В общем, а, ну, он уехал, а он из Москвы. Значит, на следующий день звонит, говорит, слушай, головные боли пропали, вообще никаких болей, вообще ноль. Говорит, столько лет, вот её пичкали этими лекарствами, столько, говорит, бабок потратил на это. Ноль, нету никаких это. Всё. И вот с тех пор, вот сколько уже больше года прошло, с головной болью у неё вообще проблема. А так у неё постоянно. То есть, если таблетка, всё, она о-о-о, и всё. А ребёнок с ДЦП, и так проблема, а тут ещё и голова болит. Вот. Одно. Второе. Она совершенно стала по-другому себя вести. То есть, она, если была такая апатичная, вот, больше лежала, сидела там, чуть-чуть походит там, полежит, посиди там, всё такое. Дальше. Стала ребёнок как волчок. То есть, фактически, из-за неё уже было не угнаться. Вот. Это второе. И третье. Глаза. То есть, она вообще, я же говорю, что один глаз вообще не видел, второй еле-еле, 25% набегала, и то так. Ну, она стала видеть. На 50. Это всё документально, это всё, врачи, всё. Они вообще, понятия, как это может быть, он такой, обычно с ДЦП дети вообще не выживают, ну, с таким, как у неё. А к тому же, и в таком возрасте, вообще там это, ну, к тому же, а, ещё, уровень развития у неё был до этого, где-то, как определяли, где-то 4 года. Ну, так, уровень развития. Вот после этого всего, где-то 6-7. То есть, фактически, вот, она уже стала понимать, раньше она, ну, ничего так толком не воспринимала, нормально, вот, ну, сейчас у неё восприятие появилось, её, и она сейчас всякий пазл, берёт цвета, у неё появился цвет. Она стала видеть цветное изображение. То есть, раньше было чёрно-белое, она не видела, не различала. То есть, ей что не давали, тесты ей проводили, там, нет, чёрно-белое, то еле-еле, там, вот так вот, вот так вот приближала, что-то там видела, и всё. Стала видеть. Ей начали там, засыпали её всякими этими, эти, как их там, такие вот цветные всякие штучки, которые собирать надо, там, пазлы вот эти все, да, вот эти, в общем, собирает, это просто не угнаться за ней. Вот, и вот мне вот фотографии присылали, там, это с ним, как она вот, такое, то есть сложнейшие узоры, там, всякие эти домики какие-то строят, там, этого раньше вообще не было такого, то есть, ребёнок в развитии стал, ну, значительно выше, там, сейчас родители просто не нарадуются, конечно, она всё равно, она не стала полноценной, она не стала там уже совсем всё, но, то, что было, и то, что стало, я, я сам удивлён, потому, что я не думал, что вот это так повлияет на ДЦП, я раньше считал до этого, что на ДЦПшников, ну, если что-то и повлияет, ну, очень слабо, у меня, я же говорю, вот, я когда-то рассказывал, у меня сосед, соседнего дома, тоже вот так вот, ДЦПшник, то есть, у него был когда-то, вот, сколько я его помню, больше 30 лет, вот, до сих пор, он уже на пенсии, ну, на пенсии был тогда, ну, как пенсионный возраст уже сейчас, вот, и говорю, я ему тогда предлагал, ещё года три назад, когда я только начинал, ещё мне не было посуда, говорю, давай попробуем на тебе, а, мне не надо, помните, я там рассказывал, у меня было видео, вот, я уже привык, мне не надо, а то ещё хуже будет, зачем, то есть, отказался человек, вот, 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 еле-еле с этой палочкой ходит, почти каждый день его вижу, ну, что я ему сделаю, я же не буду на него это, вот, но вот влияние огромнейшее, и вот, понимаете, вот если, например, вот такую бы установку поставить, вот, вот в эти, в детдом, и там, где вот эти проблемные дети, это, представляете, насколько бы уровень поднялся, это вот просто вот, случай, но это конкретный случай, и тут уже не скажешь, что это плацебо, опять же, ребёнок вообще не воспринимает, да, вот этого всего, особенно на начальном этапе, вот сейчас, вот она может уже, и понимает, что да, потому что с ней, она постоянно, вот, посох у них, каждый день включается обязательно, а, да, ещё там жена его, там, это самое, просто там, меня тоже забросали снимками, у них там большая лоджия, и вот она как узнала, что вот это помогает, так сказать, там всякие растения, она любительница, но негде у них там, она на лоджии, там, в три этажа у них там, сейчас, чего только там не растёт, что только не светёт, мне присылают фотографии, и фрукты, там, и овощи, и цветы, всё, и просто вот, вот всё засажено, довольная такая, там, а ей вот, ну, нет у неё ни огорода, там, в Москве живут, там, в таком месте, в этих муравейниках, так, глаза пророчная гречка, ну, не знаю, так, динамичный ленточек, динамичный микрофон, петличный, ну, так-то он равен, я помню, вроде, прошлый стрим, а, нет, я не помню, нет, я, наверное, на камере проводил, не помню, следующий раз, попробую камеру подключить, тогда, ну, камерный микрофон, но он хуже, при избавлении от шума, не, ну, это, это, это совсем другое явление, так просто избавиться от шума в голове, ну, правда, смотря какой шум, потому что, фактически у всех людей, свои шумы имеются, так сказать, такой шум, вот, когда полная тишина, и такое ощущение, что где-то что-то, вот, гудит, шумит, или как-то, это, это, ну, не знаю, это, фактически, другое дело, что если навязчиво это, то да, это, возможно, проблемы от, вот, позвоночника, шейные позвонки надо чистить, чистить, так что, смотря какой шум, у меня тоже, например, в ушах шумит, вполне нормально, так, 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 вот, я говорю насчет того, что я готов к сотрудничеству серьезному, у меня есть техническое обоснование, производство, то есть, то есть, я могу построить, вот, короче, если у меня, значит, ну, были, ну, то есть, соглашения с кем-то, вот, но, опять же, у меня, по моим подсчетам, минимум должно быть, ну, где-то 120 тысяч баксов, и больше мне ничего не надо, мне еще пару человек, то есть, я снимаю помещение, оборудование, и через месяца 4-5, максимум 6, я уже на поток ставлю производство оборудования, соответствующего, ну, с какими-то там определенными, какие-то комплекты, ну, вот, и дальше уже я полностью рассчитываюсь, то есть, в течение, ну, вот, примеру, такой пример, да, например, вот, есть 120 тысяч баксов, вкидывается вот в это все производство, систему, материалы там, то есть, чтобы начальный этап, начальный толчок, чтобы никаких кредитов не брать, ничего, вот так вот, и, значит, уже где-то через несколько месяцев мне налажено производство, я выдаю товар, и этим товаром рассчитываюсь вот с тем, кто инвестировал, и вот, например, примеру, например, 100 комплектов в месяц, себестоимость там, например, ну, примеру, 100 долларов, я округляю цифры так вот чисто, значит, этот инвестор продает там эти комплекты по 200, ну, примеру, тоже, я все говорю примеру, вот 200 баксов с одного комплекта, 100 комплектов, это сколько там, 20 тысяч долларов, да, то есть, за, фактически, меньше, чем за год, это по минимуму, это по самому минимуму, уже инвестор возвращает свои деньги, и дальше уже идет, то есть, опять, по соглашению, дальше идет производство, опять же, это все совершенствуется, уже, вот будет уже не в таком виде, и не в таком виде, у меня уже концепция готовая, потому что я продумывал вот этот год, так как мне, ну, поручали, так сказать, то есть, меня, меня стая, должны были поставить во главе производства, причем серьезного, и я говорю, не на 100 тысяч баксов, а значительно больше, вот, и мне, соответственно, надо было дать обоснование всего, оборудование какое, какой материал, какие, что, чего, как, как расходы, как текущие, как зарплата, все, я все это обосновал, все это у меня было выложено, выдано, ну, и подсчитано, и именно с какой прибылью, так вот я говорю, что вот, в зависимости от суммы, выходило так, что буквально через полгода, год, уже все окупалось, и дальше уже просто шло, ну, уже чистая прибыль, а уже моя производственная часть, уже, крутилась, ну, так сказать, получала, ну, зарплату, все остальное, и уже дальше на развитие, уже, по своим уже запасам, вот, вот у меня такая концепция, ну, опять же, я говорю, вот, все, что было возможность, это начать, ну, пока все как-то закрылось, так, надо, диабетиков, да, диабетики у меня тоже есть, и много достаточно, но, опять же, с диабетиками сложно, проблема, что идет улучшение, но избавиться от этого тоже далеко не каждую, полностью избавиться, по крайней мере, у меня еще не было такого случая, вот, чтобы полностью, конечно, но значительное улучшение, что там уменьшение, там, этих доз, уменьшение, там, вот, как это, пробовать, делать, я забыл, как называется, вот, то есть, данные, то, что, когда меряют постоянно, так сказать, значительное улучшение идет, значительное, но все равно контролировать постоянно себя надо, и вот, у меня, кстати, да, вот несколько есть человек, но давно они уже мне не рапортовали ничего, ну, просто надо, опять же, их вот, всех надо трясти, я говорю, а я не очень-то сильно-то, люблю, вот, людей заставлять что-то делать, отца проблемы сейчас же плохо видит, видит все из-за чего, если видит по старости, чисто из-за того, что атрофировано, я уже тоже говорил об этом про глаза, что если, естественное старческое атрофирование, вот, этих, мышц, а их очень много, и они очень сильно, ну, со временем атрофируются, то, это одно, но если это, там, глоукома, там, ну, и все остальное, какие-то повреждения глаза, или вот, как у меня, то, что, вот, я когда-то химией, да, нахватался, именно глазами, просто, почему именно глаза повредились, потому что я, когда как раз отрабатывал, подводные, эти, открытые, ну, открытыми, с открытыми глазами учился нырять, без маски, и целыми днями, вот, как раз было жарко, лето, ночью, как раз каникулы, и я вот, просто вот целыми днями отрабатывал, нырял, нырял там, и вот по дну там, ну, чисто так вот, для интереса, и без маски, и вот из-за этого у меня вот эти глаза и потекли, вот, а так, я говорю, что у меня вот брату было, я вот пример живой, там, еще вот у меня там куча есть примеров с глазами, с травмами, серьезными травмами были, вот, по крайней мере, значительное улучшение, значительное улучшение, что уровень совершенно другой, по сравнению с тем, что было и стало. Но опять же, сто процентов, надо вам понять, что, как бы вы, что не предпринимали, как бы вы из себя, это все вот эту гадость не изгоняли, сто процентов, никогда человек здоров не будет, в принципе, потому что всегда, всегда идет борьба. А в нашем случае, когда мы совершенно не боремся, ой, тут мы все больные, абсолютно все. И вот это вот страшно, вот смотришь, вот все больные. Тебя остановят, как Кашпировского. Да нет, никто меня не остановит. Про меня все знают, я 30 лет занимаюсь, я, когда первые 10 лет начал этим заниматься, вот 30 лет назад, я даже у меня, в областной газете, здесь местной, мне даже целую страницу, 8 страниц, то есть, 4 листа газеты, вот областной, и мне целую страницу дали полностью для этого дела. Никто, ничего. Я на учете в КГБ, конечно, состою, но правда, когда я учился, тогда было, как раз еще в Союз, вот, и он как раз в 92-м развалился, вот в 91-м подписали, в 92-м развалился, как раз. И вот, нас тогда сказали, на учет поставят, конечно, потому что мы тут представляем некоторую опасность, если без учета. К тому же, я же вам говорил, что меня тестировали, там, с Академии наук, с Москвы, приезжали специальные, там, эти, исследователи, которые нас на спецоборудовании все протестировали, все это есть, и что? Со мной никто ничего, причем, у нас тут этих ГБшников, как грязи, вот, в городе, у нас же город пограничный, тут их просто вот так вот. Я многих знаю, и что? Причем, я с некоторых их, и диагностировал, лечил, и что тоже, что меня кто-то гонится за мной. Другое дело, что если, да, если я начну подниматься, и начинаю, ну, ладно, не буду, ну, сами поняли, да? До разумного размера, ну, дело в том, что вот, то, что я вам показывал, так, где, где, где мне второй, не знаю, где-то, а, в другом месте, я отложил. Вот, тот был 14, а этот 22. Ну, вот, эффект значительно увеличился в этом, значительно. Ну, правда, у меня, я по-другому сделал, потому что я уже сделал, так как вот, ну, для себя решал, как я считаю, как я вижу это, как оно должно работать. Вот, но по-любому вентилятор, конечно, ну, не то, что вентилятор, а площадь действия должна быть побольше. опять же, для чего? Если до местного, вот это, но больше для, вот, вот, например, вот это вот очень хорошо, да? Вот на спину, вот полностью вот на, вот на вот так вот, на лицо, полностью сразу обрабатывается, оно вот чистит, и нос чистит, глаза, горло, вот, вот при помощи этой, вот, вся эта вирусня, она просто вот размята, разматывается. И совершенно вот не надо, вот, 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 это я практически никогда не использую, вот эту часть. Я использую всегда вот эту часть. Потому что вот здесь вот грязи много, и, ну, нежелательно, вот так сказать, вот это электромагнитные все эти дела, да? Хотя их минимум. Вот, у меня сейчас этот трифляр настолько концентратный, концентрирован внутри себя, что он сейчас вот, вот, очень плотно, вот, находится сам в себе. И, из-за этого, вот, вот, я почему такие вот делаю, небольшие, малые, почему, ну, не то, чтобы отказался от плоских. Вот, плоские, конечно, у меня тоже вот, всегда под руками. Это понятно. Но, надо, чтобы разное было у вас. И, вот, эта концентрация, вот здесь вот, завихрение, она настолько сильная, что вот, очень сильно влияет хорошо, вот, на излучатели. То есть, переход. И вот это становится, ну, так. Можно прикладывать, да? Вот, можно вот так, например, да? Вот, например, на желудок, вот, вот прямо на желудок, а здесь вот у вас вот, вот легкие, сердце, там, вот бронхи, все. Вот эта чистка такая мощная идет, что, я говорю, что вот, я прикладываю, я прямо чувствую, у меня вот, вот, у меня легкие прямо вот, вот так вот шевелятся. И я чувствую, что мне потом, вот, ну, очищение такое идет. А опять же, у меня же, я же говорил, ну, у меня с легкими большая проблема была когда-то. Сейчас значительно лучше, легче, но я нахожусь, как бы, в группе риска, вот по всем этим делам. И тем не менее, я ничего не боюсь, и ничего нет. Кстати, удаление, да, что-то удаление. Так сказать, вот за год я, например, на мордник ни разу не одевал. Ну, вот и так, я ничего не говорил. А то еще начнете тут. Ну, так, вентиляторы, количество медных лепестков, но по статусу очень выше лепестков, меньше. Не, нет, нет, скорость, в том-то и дело, что желательно поменьше скорость, даже желательно, чтобы вот, ну, я говорю, скорость должна быть переменная, но, оно хорошо влияет, когда медленная скорость. Больше влияет, чем быстрая. я потом это буду все показывать, разбирать и рассказывать дальше, просто не буду. Сейчас я собирался по этому поводу ролики выпустить, и вообще, как энергия работает, вот именно, поэтому, просто говорю. Я по этим икондам, ТГСам ничего не знаю, потому что для того, чтобы знать, надо мне их пощупать, иметь, у меня же там были вот эти вот, как их, блин, уже забыл, как называется, вот я как-то раскладку делал, но, опять же, на все надо время, опять же, вот, я вот так и не доделал, когда пришлось вернуть, и так уже полгода продержал комплект, и все некогда было занято, доделать, то, что хотел показать, потому что, я его там и разбирал, там, я полностью, я всю схему, у меня там, как, чего, что, хотел все по полочкам, по схеме разложить, что там то неправильно, это правильно, это хорошо, это плохо, вот эта электроника, вот эта микросхема, ее выкинуть нафиг, а вот здесь, вот я бы так сделал, я бы так сделал, вот это вот, то есть, хотел все разложить по этому, ну, ну, некогда, знаете, я говорю, очень много времени требуется, вот, отослал человеку назад комплект, потому что, ну, там, заниматься и заниматься им, поэтому, меня эти все комплекты, абсолютно не интересуют, у них, они, ну, как вам сказать, но я не хочу сказать плохо, что они торгаши, или там как-то чего-то, люди просто зарабатывают деньги на этом, а те, кто попытался как-то разобраться с этим, те далеко не в теме, они не понимают, что они делают, вот начинают там всякие эти фасы двигать, там, вот у них то, все там, у них там начинают, в общем, всякую ерунду, это все, это все, оно, да, какой-то эффект, где-то, как-то, вроде там, ну, наверное, возможно, даст, но это не то направление, абсолютно, они двигаются не тем путем, причем они искажают, бывает так, вот особенно с генераторами ситуацию, что они не работают, то есть работают, но так вот, и люди жалуются, да, вот, вот, одни пишут, там, вот, приобрел комплект, не работал, ну, так и ничего, другой, там, тоже ничего, а кому-то помогло, то есть, вот такое 50 на 50, оно должно, ну, если не всем, но процентов 90 должно помогать, да, есть процент, где не помогает, вот хоть что, у меня тоже есть такие, но, опять же, им надо заниматься, их надо расшевелить, ну, я же не могу это делать, постоянно, я, у меня нету ни помещения, ничего, а дома у себя каждый день принимать человека, я тоже не могу, и ходить не могу каждый день к кому-то, вот у меня соседка, то, что я вам рассказывал, то, что там у нее было, три месяца назад, три месяца, да, по-моему, три месяца назад, я уже не помню, выхожу, смотрю, у нас лестница, это самое, на костылях, да, говорю, что такое случилось, да, вот, ногу там где-то подвернул, и все там, распухло, то есть все, к врачам, говорю, а что мимо меня проходишь, нет, я стесняюсь, ты мне и так столько сделал, я уже не знаю, как это, как тебя, это, 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 что ты, сосед, ну, какого ты, все, я ей то дал, это дал, через неделю бегает уже, ну, и чего, и вот чего, вот чего ты, вот, чего ты ждал, чего, знает же, куда обратиться, вот, вот, позвони в двери, заходи, в чем дело, соседи, нет, стесняется, ну, а я еще, это самое, она мне там, ну, я не знаю, как с тобой рассчитываться, да я же, ты мне так это, ты мне то, то, вот, да, как это, у нее же там с этими, вот, с бронхами, то, что было, вот это, то, что с носом, эти все дела, вот, она же, я говорю, после этого себя другим человеком, почувствовала, вообще, вообще никогда так себя не чувствовала в этом возрасте, как после этого всего, вот, и говорит, сколько раз тебе повторяют, мне не надо ничего от тебя, абсолютно, вот, так начала мне это, подсовывать коробку конфет, там, это самое, там, я, блин, уже за ней бегаю, да зачем, ну, я же тебе сказал, не надо мне ничего, нет, вот, а как, ну, и вот стесняется, из-за того, что не могут со мной рассчитаться, потому что я отказываюсь, отказывается от того, чтобы ко мне обратиться, тоже вот такое, ну, а что я сделаю? Так, насчет населения, уменьшения, это понятно, да, отдельный разговор у меня об этом будет, онкология, да, онкология посохом, причем, да, вот, хороший вопрос, хотел тоже давно сказать по поводу посоха, вот, он эффективен при профилактике, запомните хорошо, что онкология зарождается в организме два года, то есть вы два года носитель онкологии от зарождения, но вы еще не знаете об этом, она уже есть, то есть никакие оборудования, никакие приборы, еще ничего, там, вастаринген, там, еще где-то, ну, есть, конечно, тесты, вот, например, доктор Кутушев, у него есть там тесты специальные, вот он, ну, то, что вот из Израиля, то, что вот я вам говорил, мы пытались, вот эти меандроны, так сказать, вот под его основой сделаны, вот, он очень серьезно к нам подходит, к диагностике, да, он диагностирует, но там у него целый процесс, и он этим занимается, вот, так вот, и он видит уже за год, еще вот онкология не до, он уже видит ее, и уже делает профилактические эти самые, излечения, так вот, посох, ну, профилактически действует на онкологию, которой у вас еще как бы нету, но она уже, уже начинает набирать обороты, вот это важно, поэтому, для профилактики, даже если у вас онкологии еще нету, ну, или только где-то вот намек какой-то, или какие-то там опухоли появились, обязательно, каждый день, каждый день, есть и проблема, если нет проблем, два раза в неделю, по полчаса рядом, где-то, не можете рядом постоять, значит, просто включили на полдня, на день, просто мимо проходите, вот туда-сюда, оно уже действует, даже вот он в выключенном состоянии, он действует, конечно, значительно слабее, но он действует, вот вы мимо проходите, вы создаете энергопоток, даже вот просто вы, вы же ходите, вот двигаетесь, а статика, вот, опять же, возвращаемся к статике, она возникает от чего? От того, что движение происходит какое-то, вот, что-то потерли, что-то, в зависимости от какой, конечно, материала, потому что, если материал не тот, он, ну, или скатывается с него, статика, или не собирается, то есть надо такой материал определенный, так вот, это, конечно, определенный материал, и вот, просто от движения, уже эта статика создается, и вокруг вас находится облако, оно к вас, вот, вот вы двигаетесь, и оно вокруг вас находится, вот, пылинки на вас, это сыпется, там, все, вы видите, вот волосы там, да, вот, вы мимо чего-то проходите, волосы у вас там где-то там поднимаются, особенно у женщин длинные, вот, и вы мимо проходите, Вы делаете динамическое движение И вот она Хоть посох стоит Вот он как бы выключенный Но вы двигаетесь Вы вот этим движением Мимо него проходите А он же в конструкции определенной И вы двигаясь Создаете вот это динамическое движение И оно влияет И оно тут же начинает расшевеливаться И уже действует Влияет на вас Ну конечно надо много походить так Но если вы например на кухне поставили Что-то занимаетесь на кухне Вот поставили даже выключенное состояние Лучше конечно ключное И вот вы туда-сюда ходите И вот оно у вас действует Это очень хорошая профилактика И передоз вы не получите от этого А вот если там постоять Там 2-3 часа Ну не 2, а больше Больше 3-4 часов Но правда у меня на начальном этапе Некоторые схватывали И за полчаса передоз Ну такой, начальный Так, а насчет Рагеля Да Так это тоже снимает Я начал свою эпопею С вихревой медициной Вот с первого Тора Который вот Еще бифилярный был Первый Вот именно у меня зубы были У меня проблема с зубами была такая Что я на стенку Уже собирался вырывать его Вот он, вот Я вам говорил, что вот Три года Уже сколько? Три Больше трех лет прошло Зуб у меня на месте И один, и второй А и уже надо было их все Уже их вырывать До сих пор на месте И нет таких проблем У меня сейчас зубных болей таких нету Чтобы вот как-то чего-то А у меня все-таки тоже Какой-то вот он Так Ну насчет Рагеля Рагеля, Рагеля Отдельный разговор Надо конечно с ним Но Мне не очень Это нравится Это дело Но Это тоже вариант Да Оно помогает Но Я не сторонник Так Надо и по часовой и против Вот Насчет всех этих дел То что вам говорят Там Левое Правое Вращение Должно быть и то и другое Вот Когда по биоэнергетике Когда я создаю Например Какое-то Воздействие энергетическое На Кого-то Да Вот На объект Живой То Когда я даю энергию Я это делаю По часовой стрелке Но Когда я вытаскиваю энергию Я не имею ввиду Как вампир Нет Когда Плохую энергию Вытаскивают Вот То есть Вот Там есть Ну К примеру Да Вот лярва Уже Наверное Знакомое слово Вот Это энергетический сгусток Паразит Который сидит в теле Чаще он внутри сидит Но бывает И наружи Нет Даже наверное Чаще снаружи сидит То есть Где-нибудь на печени Вот Приспособиться Вот у него На желудке Вот они очень хорошо Присасываются Вот он сидит Энергетический сгусток Его надо Ну Разболтать Опять же Вот Я Как я делаю Вот его вот Беру и вот Вытаскиваю Энергетикой Энергетикой Но это все делается Против часовой стрелке То есть Откручиваем А вот Уже На это место Так как он там сидит Сидел паразитом Это вот как Вот если взять Онкологию Вот опухоль Внутри Создается И вот когда При помощи Все этой системы Опухоль Рассасывается Там образуется Пустое место Это место Надо заполнить И физически И энергетически Если его не заполнить Энергетически Опять Пойдет процесс То есть Надо энергетически Заполнить Это пустое место И физически Оно постепенно Заполнится Вот такой процесс Идет Поэтому лярва Когда она сидит На чем-то Она тоже Создает своими Вот этими Энергетическими Щупальцами Она присасывается И создает Там себе Место И вот когда Ее оттуда Вытаскиваешь Остаются Пустоты Вот эти пустоты Надо закрывать И вот эти Пустоты Закрываются Уже По часовой стрелке Накачка энергии Ну это Это я делаю Так сказать Вручную Но мне сейчас Этого не надо делать Вот Достаточно Поставить вот это Ну там Направление Может иногда дать И все Потому что Когда я этим занимаюсь Я трачу свою энергию И это Опять же Несколько Вредно для меня Потому что Это Отражается на мне Это вот как Так сказать Без ничего С инфекционным Больным Дело имеет То есть Вероятность Заражения Очень высока А вот здесь Какое заражение Ему все равно Этой болванки Так Я не то показываю Ладно Ну вы поняли Так Что у нас по времени Ой Уже Час двадцать Заговорился Так Что у нас дальше Заболевая Константин Лежит Лежит Колта Бледками Да Ни в коем случае Я говорю Тридцать лет Я не Принимаю Ни лекарств Ни Вообще К медицине Вообще Отношения Я говорю За мной гоняется С поликлиники Все пытается Опять вот где-то Петиция лежит Опять очередная Год назад пришла Типа вот Станьте на учет Зачем Мне от них Ничего не надо Я здоров Зачем Мне Я пошел Туда Чтобы меня Залечили Там Негде Легить Тишину Александр Нет Тут можно Сделать Чтобы Будет Вращаться В другую Сторону Просто Надо Разобрать Вентиляторы Сделать Это Все Не сложно Так Меня Кот Просится Давно Меня Не видел Просится Ко Мне Так Планирую Раскрыть До конца Тему Техно Да Да Планирую Планирую И одна Из Вот Ближайших Видео Буду Продолжение Делать Мне было Не до Этого Хотя Очень Хочу Конечно Раскрыть Это Все Так Кот Иди Сюда Барсик Иди Сюда Познакомишься С С С Иди Вот У меня Вот Такой Кот А Че Ты Испугался Вот Видите Вот Он У меня Уже При помощи Вот этих Всех Дел Пережил Три Болезни Я так Думаю Что Было Одно В живых Не было Еще Года Два Наверное Назад Если Бы Вот Не Этого И К сожалению Вот Если Бы Я Раньше Этим Занялся То И его Отец Был Был Жив Перс Такой Был Красивый Перс Вот Пять С Полови Лет Умер А ему Уже Тринадцать Четырнадцатый Год А Посмотрите Как Выглядит Да Барсик Вот Он Меня Заставляет Гулять По ночам Ну Иди Или На Русь Или Куда Куда Ты Хочешь Ладно Хорошо Давай Здесь Так Вилгибридно Излучатель Через разъем И два Электрода 100 Как Можно Креминистатику Который На них Образуется Вилгибридного Излучателя Так Зачем А Так У меня Поблизости Нет Я вам Показывал Показывал У меня Тоже Эксперименты Проводил Вот А Кстати Да Сейчас Вот Еще Провожу Элементы Где А Вот Вот С такими Вещами Если Кто Заметил У меня Правда Вот Еще Все Никак С Китая Сейчас Очень Тяжело По Два Три Месяца Все Идет Вот Вот Видите Вот Средиодик У меня Все Светится Тоже Тоже Экспериментирую Ну Это Знаете Да Озонаторы Это Типа Озонаторы Вот Ну То есть Подключается Высокое И Для Озонирования Воздуха Но Именно Не Вредного Озона Все Все Ушел А Именно Такого Положительного Озона Но Опять Все Это Контролировать Надо Но Дело Не В этом Я Экспериментирую С ними По Этому Поводу То Что У меня Есть То Что Я Вам Показывал Когда То Такие Типа Маленьких Обогревателей Вот Эти Которые Можно На Руку Там Где-то На Тело Такие На 5 Вольт На 5 На 12 Вольт Небольшие И Они На Этих Самых На Гибких Проводниках Вот И Именно Из них Я делал Излучатели Где-то Надо Искать Не буду Сейчас У меня Их Целая Гроздь Таких Вот Я Тоже Экспериментирую То На Один Излучатель Вот Например На Спину А другой Например Сюда И Вот Их Несколько Штук На Глаза Да Кстати Берете Очки Какие-нибудь Пластиковые На них Накидываете Такие Излучатели И одеваете Вот Тоже Но С глазами Да Я забыл Сказать С глазами С этим Заговорился Но Когда С этим То Ничего Не надо Когда Вентилятор Включенный Но Когда Вы Просто Тором На Глаза То Надо Вот Именно Вот Так Вращать Говорил То есть Вот Постоянно На глаза Надо Обязательно Делать Движение Потому Что Глазное Яблоко Круглое И Вот Все Эти Мышцы Они Работают Вот На Само Яблоко И Его Движение Вот Поэтому Чтобы Расшевелить Вот Это Все Внутри Глазного Яблока Надо Именно Тором На Каждый Глаз Вот Так Обязательно Работать То есть Вот Так Так Ну То есть Разнообразно И На Глаза Помогает Хлебом Сахаром Да Совершенно Верно Насчет Сахара Хлеба Да Что Проводил Эксперимент По Воздействию Записи В прямом эфире Не пробовали Что Не пробовал Я Как-то Делал На Каком-то Встриме Я Включал Что Включить Вампосов Или Вот Это Включить Могу Вот Это Включить Если Хотите Проведем Пятиминутный Сеанс Так Ладно Включу Вот Этот Вот Этим Без Модулятора И Вот Ощущение Так Медленнее Дам Побольше Вольт Вот Так С большой Скоростью Посмотрим Как Будет На Вас Действовать Если Что Пишите Если Вдруг Не Очень Хорошо Потому Что Я Пока Не Знаю Я Не Буду Я От Себя Не Буду Давать Ничего Так Посох Плюс Баня Онкология Не Любит В Тряске Момент Зарождения Пока Не Окрепло Но С посохом И Баней Надо Быть Осторожнее Я Подчеркиваю Тоже С посохом Часто Что После Посоха Нежелательно Какие-то Физически Большие Нагрузки Могут Проблемы И То же Самое После Посоха Баня Нежелательно Потому Что Двойная Нагрузка Но Если У вас Сердцем Или Что Это Может Быть Серьезно В общем Есть Такая Что Посох Дает Очень Большую Нагрузку Мы Не Замечаем Просто Она Дает Общую Нагрузку И Мы В принципе Пока Не Замечаем Но Если Еще Дать Какую-то Активную Можно В общем-то Серьезно Осесть И Это Самое У меня Сколько Было Случаев Что На Начальном Этапе На Посохе Особенно Вот На Дистанционном Люди Просто Засыпают То есть Вот Сидит Там Или Стоит Или Что И Вот Засыпает У меня Сколько Случаев Было Так Засыпали То есть Я Провожу Вот Включаю Посох Только Это Самое Ну Сел Там На Стол Сидит И Смотришь Уже Спит Так Эдуард М Никота Конь Да Здравствуйте Да Это Гибрид Перса С Обычной Кошкой Никто Это Можно Связаться Через ВК Или Ватсап Ну Пожалуйста Любой Момент Можно Связаться У меня В этом На Ютубе Там Во Вкладке О Канале Там Есть Адрес Почты Можем Связаться Просто Я не хочу Светить Никакие Телефоны Никакие Ватсап Там Все остальные Дела Даже Скайп Потому что Проблема Вот так Засветишь И оно Все Роботы Подхватывают Все автоматы Которые Выискивают Эти все Адреса Данные И все И пошло Гулять И потом Заспамят Так что Дальше Некто Я помню Когда-то Со скайпом Замучился Биоэнергетикой В первые Десять лет Хотелось Все-таки У меня Тут Очеди Стояли Куча народу Было Что Неподетский Человек В день Принимал У меня Что-то Уже Выдыхался Но Тогда был Только телефон Тогда В те времена Еще тогда Не было Такого И вот Меня пытались Находить Через Газету Где вот Я постоянно Печатался Свои статьи Печатал По этому поводу Именно По энергетике Вот И это И меня Пытались Находить И так И вот Я Просто Просто Замучили Потому что Ну Кто только Не лез Всем Все надо А куда Я разорву Что-ли Хоть Ты телефоны Меняй И было Так что Приходило Хорошо Что у меня Уже Нескрат Телефон Заменялся А так Не знаю Наверное До сих пор Вы звонили У нас Читаю 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 Так А что У нас Тут Круглый Выключаете Так На плечах Посоха Намотка На плечах Посоха Намотку Можешь Сделать В разные Стороны На плечах Посоха В смысле Вот эти Спирали Ну Спирали Это условно Просто Для чего Я делаю Спирали Хотя В тех Конструкциях Которые Я предполагал Бы Делать На промышленной Основе Конструкция Будет Совсем Другая Не такая Во первых Вот это Другое Будет Это Все Другое И Уже Не будет Спирали Будет Совсем Другое Согласно Именно По древней Энергетике Это приходится Делать Потому что Так проще Так легче Повторить Но это Нереальный Вариант Вот Если Вы Сделаете Там Неравномерно Во первых Витки Неравномерные Должны Быть По идее Толщина Вот Этой Трубы Должна Быть Тоже Неравномерная То есть С определенными Так Сегзообразным Вариантом И Внутри Еще Можно Так Делать Оно Может Внутри Быть Уже И Вот Такие Спирали И Такие Спирали И Встречные И Поперечные Именно Что Должен Конгромерат Этого Всего А не Вот Так Это Проще Делать Я Не Могу Желом Сложнейшие Конструкции Для Повторения Для Таких Конструкций Проблема Не Все Не Могут Повторить Не Получается Хотя Не Знаю Куда Проще Взял Трубу Намотал Ленту И Закрепил Е Имя Движущие Правда Я Не Сильно Там Мне Было Интересно Ходить Я Когда-то Даже Пару Раз Съездил Вот У нас Эти Фермы Цветочные Парники Большие И Как-то Я Ставил Эксперимент Заметно Я Буквально Всего Три Раза Там Был Дальше Понял Что Нет Это Не Мое Потому Что Ездить Даже Два Раза В Урожайность Поднимал У себя Вон Тут На Подоконниках Прямо Дома И В подвальном Помещении Фактически В полной Темноте То есть В таких Не очень Хороших Условиях Ну и У меня Тут У меня Брат У него Комплект Есть Он Там Тоже Занимает Он В деревне Живет Вот Кроме То Что С Фабрикой Там Занимался Он Живи на Себе И Там И Все Они Все Обрабатывают Сейчас И Вот Кому Я Что Даю Тоже Вот Там Родственники Мои Которые Тоже Они Сейчас Все Обрабатывают Все Весь Урожай Ну А Самое Лучшее Это Конечно Семинар В первую Очередь Так Да При Помогреждении Суставов Конечно Особенно Особенно При Травмах Но Опять же Надо Смотреть Травмы Я Уже Тоже Говорил Уже Не раз Значит Если Например У вас Сломана Кость Да Если Вам Ее Неправильно Срастили Или Там У вас Например Что-то Суставами Которые У вас Тоже Сильно Повреждены И Они У вас Неправильно Сложены И Неправильно Срослись То Действия Недействия Они Неправильно Оно Улучшится Да Боли Уменьшится Качество Там Какое-то Повысится У меня Очень много Случай Да У меня Само У меня Я же Тоже Показывал Пример У меня Как-то Травмировал Себе Вот Здесь Кисть Травмировал 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 Я Тоже Тоже Видео Не Видео А Есть Это Даже Снял Сломал Два Ребра Вот В общем С этим всем Хозяйством Вот здесь На столе Раскладывался Где-то Всю ночь Занимался Там Очень Пересаживал Потому что Вот я вам Показывал Там Эти рассады Когда-то Вот Там Вот эти Перцы Да Еще Когда Совсем Это было Полтора года Назад Уже Пошло Да Полтора года Назад Когда я их Посадил И вот Через полгода Это было Да Да Где-то То есть Это было В начале Прошлого года И вот Я их Они уже Там Так Выросли Что Уже Не помещались Вот эти Таблетки Которые Я их Рассаживал Я вам По-моему Показывал Да Показывал Какие Уже Рассаженные И вот Когда я их Рассаживал Все Это так Затянулось Я записывал Каждый Где Чего Сколько Сколько Их Выросло Под этим Вот Сколько Под этим У меня Все Учета Довелся Это Все Так Затянулось Я Уже Тут Спал На ходу Фактически Уже Клевал Носом Вот И Уже Бегал С этим И уже Все Закончил Уже С этими Баночками Там С этими Емкостями Уже Пересаженными Бегал И в подвал Там За сам А у меня Подвал Такой Что Там Просто Вот Ну Так Довольно Круто Там Обычно Я там Сколько раз Прыгал Туда-сюда А в тапочках Домашних И вот Короче У меня Руки Все Заняты Вот так Вот Все Рассады Эти Все Вот У меня В руках Там И я Туда Бегаю И в этот Подвал Прыг И у меня Подворачивается Тапок Проскальзывает И вот Я столбиком Прямо Туда И ребрами Об край Там Досок В общем Так ударился Что у меня Все В глазах Потемнело Думал Сознание Потеряет И явно Такая Боль В общем Ну Представьте себе Ну явно Было Поломаны Ребра Потому что Удар Был Мощнейший Вот У меня Там До сих пор Шрамы Остались И это Самое И вот Больше Недели Ну вот Я конечно Прикладывал Все Вот И торы И плоские И посохом Все это Дело Вот У меня За две Недели Фактически Я все Снял И вот У меня Все Заросло Вот Но Вот Первые Дни Я не мог Даже Дохнуть Прочихать И кашлять Это вообще Я нечаянно Чихнул Один раз У меня просто В глазах Опять тоже Вот такая Боль Что было Ну то есть Понятно Ребра Хотя в жизни У меня никогда Не было травм Никаких Вот Была производственная Травма Воема науки Так На торе Тоже спят Да Так Как насчет Ничего там Нет Нет Никаких Побочек Или Может Выключить Да Модуляция Музыка Нужна Да Тоже Это было бы Хорошо Вот Именно Хаос Создать Вот Это Это Не столько Музыка Дело Не столько В самой Музыке Столько В том Чтобы Создать Условия Но Опять же Я с вами Объясняю Что Любое Электрическое Воздействие Даже Вот Модуляция Модуляция Тоже Надо Делать Обязательно Вот Как у меня Я говорил Сделал Специально Подмодулировался Сигнал Вот Этот Вот Но Это Не то Это Все Не то Вот Это То Вот К этому Надо Приходить Именно Должно Быть Завихрение Вот Эта Масса Энергетическая Которая Двигается Она Должна Вот Вот Так Вот Бурлить Как Как В джакузи Так Мы Уже Это Слышали Имплозия Так Блин Забудьте Это Слово Да Это Термин Это Термин Который Придумали Вот Еще На Зачатке Вот Людям Делать Было Нечего Тоже Как С этими Торсионными Полями Тоже С этой Имплозией Это Все Не Не Смотрите Там Эти Резонансы И Все Остальное Да Резонанс Конечно Он Должен Быть Главное Что У Вас На Выходе У Вас Может Быть Все В Резонансе Там Все Там Вы Будете Снимать Параметры На Осциллографе Там У Вас Там Будет Все Красиво Шикарно А Здесь Будет Не То Что Надо И В Он Выдаёт Всего Пол Ватта Я же Говорил Пол Ватта Выдаёт А С Него Эффект Ну Не знаю По крайней мере Если брать Всякие Установки Которые Там Говорят У меня Там 2 Ватта У меня Там 3 Ватта У меня Там Мощность Такая Что Все Светится Это Гораздо Эффективнее Чем У Что У 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 Не разговариваю Обычно Вот Эта Мощность У 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 Это Все Придумано Чисто У У У У У У У У У Никаких Электронов Просто Человеку Приснилось Вот Когда-то Одному Сто лет Назад Что Вот Это Должен быть Вот Там Типа Атомы Вот Должны быть Электроны Молекулы И Вот Давайте Мы Сделаем Как Солнышко Светит Вот Вокруг Планеты Крузится Вот Значит Электрон Такой же Давайте Сделаем Так Это Все Фуфло Да Конечно Надо Пробовать Да Вот Главные Частоты Не то Что Главные Частоты Имеют Значение Они Не особо Имеют Значение Но Они Тоже Влияют Пока У нас Вот Есть Частоты Вот Эти Модулирующие Не модулирующие А резонирующие Я Тоже Собираюсь Но Опять Мне Надо Производство Чтобы Я Мог Это Поднять Чтобы Я Мог Перейти На Другой Уровень Вот Это Все Не Надо Это Все Лишнее Вот Это Вот И Это Надо Убирать Не Должно Быть Вот Никаких Частот Ни 300 КГц Ни 200 Ни 400 Их Не Должно Должно Быть Совершенно Другое Но Это Вынужденная На сегодняшний День Мера Оно Просто Создает Энергопоток Тот Поток Который Мы Потом Превращаем В Пользу Вот Это Просто Вот Как Горючее Мы Заливаем Там Машину И Она Едет И Или Функции Какие-то Производит Вот Вот Это Типа Горючки То есть Генератор И Тор Они Типа Горючего Который Преобразует Вот Эту Энергию Преобразователь Энергию Все И Нам Нужен Другой Подход К этому Варикоз Да У меня Тоже Очень Много Случаев С Варикозом Так Что-то Я Очень Много Говорил Уже Заходиться Стал Да С Варикозом Колинными Суставами С Суставами Тут Конечно Вопрос Но Должно Помогать А Вот Варикоз Да Индикатор В завершении Включили Шар Какой А Шар А этот Статический Здоровый Ну это так Да Для примера Показать Что он Тоже Статику Дает Но Другую Статику Так У меня Голос Уже Потерялся А Может Вот Из-за Этого То Что Говорю Вот Я же Вам Сказал Что Не Надо Сильно Напрягаться Вот В этом Да Вероятно Из-за Этого Он Действует Его Даже Прикладывать Не Надо Я Вот Его Ставлю Вот Так Вот Да Лучше Выключим Кстати Да Правильно Вполне Возможно Из-за Этого Сам Вас Предупредил А вот Видите Попался Поток Но Он Ограничивается Металлом Любой Металл Или Любой Какой-то Проводник Что-то Проводящее Даже Мокрая Тряпка Она Уже Будет Гасить Точнее Ну Как Если Мы Вот У нас Излучатель Где-то Рядом У нас Кусок Металла Вот Он Является Переизлучателем Если Он Никуда Не Подключен Если Он Не Заземлен Или Не Является Какой-то Конструкцией Или Прибором Который Опять Куда-то В розетку Включен Если Он Просто Кусок Металла Вот Так Висит Он Пере Излучается То Есть Вот Этот Кусок Металла Становится Излучателем Ну В зависимости От Расстояния И Площади Вот Но Это Не Есть Хорошо Опять же Нам Не Надо Дело То Что В Посохе Я Почему Стараюсь Вам Все Время Говорить Должна Быть Симметрия Если Мы Портим Симметрию Из-за Всяких Металлических Внешних Предметов Получается Искажение Биополя Который Может Выдать На Человека На Оболочку И Такая Оболочка Станет Искаженная А нам Не надо Это Нам Надо Чтобы Был Кокон Чистые Видите Уже Сейчас Нормально Из-за Этого Да Слишком Близко Для Меня Хотя Я Вот Говорю Живот Мой Сейчас Малая А Действует Так Котов Сделал Меньше Для Глаз Кому Варикоз Так и Непонятно Помогает Да 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 Варикоз У меня Много Есть Уже Прецедентов Где Помогло Волн Ну Конечно Да Он же Будет Давать Формулу Потока Любая Железяка Вот Я То Что Вот Эти Индикаторы То Что Вам Показываю Вот Мы Вводим Все Мы Уже Меняем Поток Уже Изменяется Поток Мы Уже Искажаем Вот Только За счет Этого Мы Приближаемся К Этому Мы Тоже Как Какие-то Проводники Хоть Мы Больше Так Как Кожа Наверху Мы Как Изоляторы Но Внутри Там Проводники И Поэтому Мы Тоже Как Есть Некоторые Там Экспериментируют Они Хватают Прямо Вот Эти Вот Прямо На Самих Туров Вот Эти Вот Сами Концы И Типа Вот Довольные Они Там Лечатся Так Да Какое-то Лечение Есть Но Они Становятся Сами Излучателями Они Становятся Объектом Для Направленного Излучателя То есть Направление Потребления Они Становятся Излучателями И Вот Это Вот Именно Что Надо Почему Я Говорю Надо Чтобы Расстояние Было От Тела До Излучателей Чтобы Не Было Ёмкостной Связи Потому Что Если Чем Ближе Мы Приближаем Значит Ёмкостная Связь Возникает И Оно Все Мы Становимся Уже Устройством А Не Потребителем Поэтому Надо Расстояние Некоторое А Чтобы Это Было Расстояние Некоторое И оно Хорошо Воздействовало Вот Надо Эту Конструкцию Расширять Несколько Ну Достаточно Расширять Чтобы Она Захватала Вот Это Постранство Вокруг Нас Так Ладно Давайте Будем Загругляться Я Постараюсь На Следующей Неделе Выйти Еще В Эфир Хлорелла Да Было бы Интересно С ней Поработать Но Опять же Надо Возиться С ней Ну Так Есть У 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 Перехватила Или Прокашлялся Да Да Но Если Проблемы У 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 Статичный Диэлектрик Очень Хорошо На Нем А Если Тоники Вот С тех Столит Который Вот 0,1 Миллиметра Вообще Было Было Можно Было Тоже Форму Придавать Да И Боле Угловатый Только Не Делайте Острых Концов Все Должно Быть Закруглено Обязательно 5 минут Уже Хорошо Но Все Надо Регулярно Конечно Мало Надо Регулярно Чтобы Потому Что У Нас Настолько Мало Энергии У Нас Такая Проблема С Энергией Особенно Сейчас Когда Происходит То Что Происходит Сейчас Нам Надо Именно Накапливать И Защищать Все Остальное Дребедень Которые Вам Предлагают Это Все Ерунда Надо Собственную Защиту Повышать Только Это Поможет Все Остальное Ерунда Вы Только На Борту Хочется Состояние Все Бывайте Здоровые Не Последний Раз Всем Пока Завершите Субтитры 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 Субтитры